Движемся дальше. Позитивизм. Позитивизм это не означает, что все будет хорошо. В танк едет, что все будет хорошо. Позитивизм означает способность одновременно видеть трудности и не впадать в негативное мышление. Есть позитивизм подчиненного, а есть позитивизм лидера. Чем они отличаются друг от друга? Лидер, позитивный лидер, он видит трудности. Видит трудности. Он не слепой. Но при этом он способен оставаться в хорошем настроении. Это значит, что он уже их на первой стадии победил. Есть три стадии победы. Победа в сердце, победа влиянием и победа внутри ситуации. То есть ты можешь в сердце быть удовлетворенным, что у тебя все будет хорошо. Можешь влиять на ситуацию и можешь поменять ее уже. Позитивизм означает, что ты победил в сердце. Побеждаешь всегда ситуацию в сердце. Он отличается от слепости, когда человек не видит ситуацию. Подчиненные могут быть слепыми. Старшие понимают ситуацию, они спокойны. Главное, чтобы старший понимал. Но если к вам подчиненный подходит и говорит, вот все спокойные такие, как бы, а ситуация ведь вот такая. При этом он не паникует, он говорит спокойно вам. Ситуация вот такая, правда. Это неподчиненный. Это лидер. Ищите таких людей, выявляйте, поднимайте их, давайте им полномочия. Способность видеть ситуацию и не впадать в память, в панику, означает, что человек понимает объем работы. Такое понятие объем работы. Олег Геннадьевич, когда у меня все закончится кризис, я не знаю. Означает, столкнулся с объемом работы, испугался. Нет способности понимать. Понимание означает, ты столкнулся, в тебя вошло, ты так. И потом начал дышать. Чувствуешь объем работы, не паникуешь. И потихонечку, медленно, но верно исправляешь ситуацию. Означает, сильный разум. Все будет хорошо. Мы же идем ко дну. Все будет хорошо. Сильный разум означает человек. На первой стадии побеждает ситуацию. Даже если он пойдет ко дну, он сделает все, что нужно для того, чтобы не пойти. Он устойчивый человек, сильный.